всем большой привет ну что друзья у нас в стране продолжаются праздничные выходные сидела я себе дома спокойно тихонечко никого не трогала но приехали к нам в гости лёшина сестра галя с мужем с аликом и все вместе буквально вытащили меня за уши из дома говорят ну давай поехали уже куда-то на природу выйдем отдохнем вот слышите как лягушки квакают птички поют погода замечательная прекрасная немножко развеешься я даже долго сопротивлялась но потом сдалась быстро спонтанно собрались заехали в магазин купили все что нам нужно и приехали в такое очень симпатичное место сейчас вам все покажу сегодня облачно но тепло даже душновато я бы сказала как перед дождем в общем находимся мы в поселке новом это частный пруд вообще хотели куда-нибудь типа на рыбалку но потом решили что просто выезжаем на природу рыбу здесь сегодня запрещено ловить потому что хозяин всей этой территории сказал что сейчас икромет поэтому рыбку ловить нельзя здесь смотрите какой прекрасный дуб и под ним есть просто круглый стол вот такое сидение здесь есть где присесть вот сейчас мы накроем одноразовую клеенку решили что будем наверное здесь сидеть есть лавочка где можно тоже посидеть и есть вот такая еще беседка но это на случай если все-таки пойдет дождь вот есть такая беседочка но что-то как-то мы зашли и решили что лучше мы на улице посидим хотя здесь тоже много места в беседке есть даже там что холодильник вот решили что все-таки посидим на улице катамаран есть когда-то очень-очень давно мы здесь уже были я лёша говорю я вспомнила это место потому что мне катамаран этот запомнился еще дети были маленькие саша и таня катались на нем плавали здесь но что-то он какой-то уже жизнью потрепанный галя говорит поплывем я говорю слушай да утонем еще он уже по моему не знаю действующий или нет рисковать не будем а то еще придется нашим мужикам нас отсюда вылавливать вот здесь мангальчик мужчины наши разжигают костер будем жарить шашлык как все еще цветет красиво пахнет очень красивый большой куст я сначала не поняла думаю что это такое загуглила это боярышник смотрите пчелки пчелки трудятся мед собирают здесь наверное пасека у него должна быть да столько огромная территория столько земли очень красиво как же здесь дышится хорошо вообще такой свежий воздух смотрите уже вишни даже плоды зеленые правда еще вот уже есть это наверное ранее типа майка по аллеечке с вами прогуляемся там какой-то водопадик что ли или просто сброс воды шумит водичка ой ну честно сказать я рада что мой муж все-таки меня вытащил сегодня сюда на отдых прямо сейчас гуляю и наслаждаюсь еще так тепло спокойно птицы поют вообще какой-то прям как лес дремучий начинается главное клещей не нацеплять но тут где мы ходим вроде бы все выкашено кто-то спрашивал у меня наташа у вас что нет клещей да полно не знаю насчет энцефалитных но обычных клещей много конечно когда приезжаем домой тщательно все обсматриваем себя все вещи в стирку с этим нужно быть очень осторожными я боюсь моврак какой-то классно очень классно здесь что еще строится какое-то здание ну наверное в будущем хозяин хочет что-то как-то оккультурить все это грецкий орех тоже вишни же даже пытаться как будто бы разовеют пытаются поспеть а ну да там просто не пойдем туда там и так поняла большая труба и он просто видимо через нее наполняет пруд так как же здесь хорошо все-таки природа лечит потихонечку накрываем на стол ой какую рыбочку вкусненькую купили слюнки текут красота какая голубика клубника сейчас все помоем все красивенько сделаем организуем будем отдыхать мы ее на кусочки порежем а то слишком большие запах у нас еще картошечка молодая из галя сварила картошку дома так что мы сейчас рыбочка вот досточку забыли но мы так на пакетики на кусочки порежем на природе все вкусно вкуснотища красотища а тут целая смотрите половина рыбина все-все ее надо порезать я балдею как лягуны поют песни нам тут запевают слышите классно водичка не сказать что сильно грязная но и не чистенькая я потрогала довольно таки кстати теплая была бы чистая может быть даже искупались бы мужики наш я конечно в такой не буду купаться но лёша мой он везде где водоем видит везде готов занырнуть моя нас уже костерчик горит любите треск костра и смотреть на огонь я люблю как-то это так умиротворяет когда дровишки трещат огонь горит здесь еще вот такое есть сооружение сюда можно повесить котел и сварить например шулюм а еще вот чемодан стоит кстати кто-то спрашивал мы иногда готовим рыбу в чемодане а мне кто-то писал типа что значит в чемодане как это да получается вот такой железный чемодан мы его называем железный короб такой ящик и туда значит на дно засыпаются опилки на решетку кладется целая большая рыбина но ее предварительно нужно замариновать она желательно должна быть в чешуе убираются только жабры и внутренности вымывается все солится со всех сторон начиняется фаршируется рыба зеленью можно лук кольцами общем перчик специи и кладется на решетку и получается на костре этот чемодан стоит ну зависимости насколько крупная рыба на вообще минут 40 и рыбка получается очень вкусная она как типа горячего копчения но обалденная просто мы это блюдо любим часто принципе тоже готовим у нас здесь на кубани вот а саша говорит мама у нас тут питере кому не рассказываемся смеются говорят какая рыба в чемодане что за рыба в чемодане то есть говорит люди здесь даже о таком блюде не слышали ну вот так а лягушка занырнула а еще одна прячется боятся меня скажут что тут тетка ходит с камерой смотрите вода какая грязная здесь прям видно хорошо скажет ходит тут тетка с камерой снимает ну вот так что блогер на природу выехала отдыхать с картошечкой молодой пока рыбку в общем у нас пока это разогрев выглянуло солнышко прям даже жарковато стало ой как классно ну тучки гуляют конечно но ничего все равно очень классно вот юка скоро зацветет у меня тоже в этом году дома там в одном месте юка растет и уже выпустила вот такой цветок потом поснимаю вам покажу туда еще прям какой-то лес дремучий мы туда не пойдем уже точно клещей нацепляем друзья вы знаете что я живу в большом доме и все хозяйственные дела веду сама ну а так как еще и много работа и в то времени на уборку катастрофически не хватает сегодня сбылась одна из моих мечт прислали робот-пылесос мидея м7 убираем транспортировочную коробку упакован я хочу сказать очень качественно только посмотрите какая красивая коробка не сомневаюсь что сам пылесос тоже классный так посмотрим что же имеется внутри гарантийный талон руководство по эксплуатации русском языке что очень приятно и пошаговая инструкция по установке приложения на телефон имеется вот такой хэпа фильтр я так понимаю что он запасной потому что один уже стоит в самом пылесосе две боковые щеточки и площадка с микрофиброй для влажной уборки естественно или кучка кабель питания для базы собственно сама база такая симпатичная и виновник торжества сам его величество робот пылесос только посмотрите какой он красавчик мне прислали в белом цвете но я знаю что он бывает еще и в черном поэтому по желанию вы можете выбрать тот цвет который нравится вам поверхности пылесоса имеется лидар и две кнопки первое включение выключения и 2 возврат на базу для подзарядки открываем крышку под которой прячется бак для мусора вот так он выглядит вот тот самый хэпа фильтр который уже встроен и 2 имеется в запасе нажав на красную кнопку которая находится сбоку контейнер можно легко освободить от мусора я хочу сказать что довольно таки мощный пылесос емкость аккумулятора 5200 миллиампер час время зарядки 3-4 часа время работы 110 180 минут что мне уже не терпится его протестировать вставляем боковые щеточки вращающиеся колесико боковые колеса довольно таки высокий я думаю что благодаря этому он с легкостью будет преодолевать какие-то небольшие препятствия такие как пороги либо ковры с высоким ворсом передней части робота имеется вот такой бак для воды сейчас мы его наполним устанавливаем площадку с микрофиброй для влажной уборки же имеется еще вот такая щетка довольно таки мягким борсом мягкой щетиной хочу подчеркнуть друзья важные три момента этого гаджета в роботе есть такая вибрационная швабра которая улучшает качество уборки пылесос и швабра все в одном то есть машина может одновременно пылесосить и мыть плюс имеется лазерное технологическое сканирование что включаем пылесос на английском нужно срочно тебя перевести на русский язык и сразу же отправляем его на подзарядку надеюсь ты умный мальчик найдешь куда припарковаться отлично я и не сомневалась что ты умный ну а пока он подзаряжается я с помощью qr-кода который находится в руководстве по эксплуатации установлю приложение на телефон smart home приложение в использовании удобное и понятное мы видим карту дома который можно убирать сразу весь либо разделить на зоны в настройках голоса я выбрала русский языковой пакет делать уборку вместе веселее приложение можно делать плановую уборку вести записи об уборке режим не беспокоит например с десяти вечера до восьми утра пылесос не будет издавать никаких звуков и так далее итак основные ключевые особенности робота пылесоса миде m7 у пылесоса лазерная технология сканирования резервуар для воды с электронным управлением несколько режимов очистки с помощью лазерной технологии сканирования приложение вай фай smart home планирование времени мощность подъема 20 миллиметров плавающая роликовая щетка сенсор защита от падения и столкновения и 9 режимов уборки очень рада что у меня теперь есть такой помощник который всегда будет содержать наш дом в чистоте ссылочку на него друзья оставлю в описании под этим видео пока там суть до дела я же любопытная решила что я все-таки в лесочек прогуляюсь смотрите какие здесь цветочки лесные не знаю как они называются такие красивые сиреневые так здесь даже какая-то типа речушка или как балка что ли так а здесь мягко не провалиться бой наташа наташа тебя вечно несет что уже приехали на природу значит будем наслаждаться природой и птички поют красота 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 главное не наступить ни на какую змеюку до мои красоточки то как же вы поете красиво не наступить ни на какую змеюку выйти отсюда без клещей куда интересно ведет эта тропинка запах такой интересный здесь стоит как-то вот и цветами и зеленью и плесенью и всем-всем-всем в кучу все это смешано вообще классно вообще очень классно дальше пойду не боюсь птички распелись ну и комары летают всем пока я здесь гуляла соорудила себе вот такую красоту на голову вот такой веночек исплела из этих красивых сиреневых цветочков пойду мужу покажу какая я красавишна а то он кричит ты где там не заблудилась а я тут вон корону себе заплела все я женщина весна мы уже тут с галей устроили фотосессию на фоне этих прекрасных сиреневых цветов мы так и не поняли как они называются но какие-то видимо лесные все давай галюня фоткай меня и пошли к столу то стол мы накрыли сейчас принципе нам осталось только мяско с костра дождаться и будем обедать тут уже запахи я на запахи иду ну что тут у нас сегодня шашлычок из свинины и голени вернее не голени скажите как их предплечье индейки ой как вкусненько пахнет решила украсить моего мужа ему тоже идет да красивая корона из цветов зай ты у меня красавец ой не могу вот вот здесь сейчас буду фотосессию устраивать на фоне этого роскошного боярышника ой ну что открываем ну так хоть по берегу Леш я от тебя уплываю если что догоняй мне кажется он уже не функционирует оба на это что тут за гость к нам прибежал да вошейники это наверное хозяйский а собачулька какой ты хорошенький а ты в гости к нам пришел дадим тебе кусочек мяска конечно дадим конечно угостим какой ты бутузик да да я тебя хоть поснимаю покажу какой ты ой мама дорогая какой же он шустрый я за ним не успеваю собачулька ты откуда такой какой шустрый а гиперактивный просто ты откуда взялся так резко прискакал тут вообще мы в шоке а это вон Боня Боня ты Боня да Боня хозяйка пришла Боня зовет какой хорошенький Боня иди хозяйка тебя зовет пришла за тобой выскочил из леса и так резко Алик кричит это что бобер что ли обалдеть Боня 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 красивый Боня какой а шейник какой у тебя красивый ну шустрый ты очень шустрый я камерой за тобой не успеваю водить Боня ну сейчас мы дожарим шашлык угостим тебя кусочком вот так гость у нас так 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 у нас уже подоспел первый шашлычок я думаю что так вкусно пахнет здесь хлеб с чесночком пятерочки купили он еще чуть теплый даже черный и белый запах какой сейчас попробуем ой как пахнет специями чесночком о тут уже еще шашлычок идет а вот вот сюда в чашку давай ну что пожалуй начнем хочется сказать два слова мои родственники очень стеснительные не разрешают чтобы я их снимала поэтому создается наверное впечатление что я вообще одна сижу за столом но это не так все здесь все рядом Галю правда попросила побыть 10 секунд режиссером оператором или кем-то вот что я хочу сказать хочу сказать коротко и ясно я вас очень люблю очень-очень спасибо что вы у меня есть спасибо что подарили этот день эту природу очень классно я благодарна Богу за все что есть в моей жизни и всегда говорю что мои родственники самые лучшие я сколько буду жить столько буду молиться за то чтобы вы были здоровыми счастливыми чтобы все у вас было хорошо спасибо что вы у меня есть за этот день за выходной слава Богу за все и за вас моих дорогие друзья всем здоровья всем мира и добра у меня есть все за сказанные какая я дурочка что я сопротивлялась а теперь я даже уезжать отсюда не хочу посмотрите какой дуб здесь роскошный над нами здесь даже электричество вон смотрю проведено так что стемнеет если мы будем с освещением ой к нам какая кисюнька пришла в гости теперь то собачулька прибегала теперь кисюнька пришла ты тоже хозяйская или ты тут залетная кися как тебя зовут рыженькая голодная дайте еще кусочек маленький мяско кися какие глаза красивые ты кошечка или котик дайте я поглажу я тебе поглажу пришла к нам в гости да пришла к нам в гости дайте скажи мне еще кусочек шашлычка Галь иди сюда вот смотри еще тебе мяско ешь ой да замурчала как замурчала красотка смотри какая ты красивая но больше похоже на кошечку мне кажется на кота не похоже я не знаю конечно не раз кошечка под хвост я не заглядывала но судя по личику такая нежная иди я тебя еще угощу иди иди еще мяско иди вот еще тебе мяско да кошечка красивая ласковая вот шашлыков хоть поешь да мурзик вот алик рассказывает у него кот мурзик с геогинской геогинский парень да вот приятного аппетита ну что ты красотка мясо наелась пить захотела ты водички пришла попить да кисюнька кисюнька что ты смешная такая где тебе еще поглаз где тебя поглаз какая нежная а поедешь к плюшке жить ну я думаю что ты не бездомная наверное тут живет тут и Боня собачка прибегала и кисюнька тут ходит наверное они тут хозяева друзья вы это видели кисюня она в реке поймала рыбку маленькую смотрите да ты охотница да я не отбираю не рычи да не рычи не отбираю я я хочу посмотреть обалдеть вот это кошка вот это улов короче говоря я и думаю почему она такая не худенькая она аж лосница в общем она себе тут добывает еду а рыбачка или рыбак но все-таки по-моему рыбачка кричит да я не отбираю ладно ешь спокойно добычу свою не рычи обалдеть я в шоке ты может это и нам тут на уху наловишь а рыбки все пошла 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 хвостом виляя нет вы это видели а вот чудо природы классно подходила к нам хозяйка пообщались с ней спросили у нее а что это строится за здание интересно же такое красивое с видом на реку думали что может быть просто они дом себе такой строят она говорит нет это будет такой небольшой типа отель с номерами для отдыхающих там с бассейном с террасой представляете как классно вот так иногда приехать сюда даже на выходные вот и с видом на озеро такое прекрасное это не река вернее озеро искусственно вырытый пруд даже да вот правильно думаю как его назвать прудик такой искусственно вырытый но здесь рыба водится причем большая но повторюсь нам не разрешили сегодня рыбку половить потому что говорят сейчас икромет а так в принципе здесь довольно-таки крупный ловится сазан сказали карась еще по-моему амур или не знаю я могу ошибаться вот поэтому очень-очень классная задумка что здесь есть и беседочка и все условия для того чтобы отдохнуть насладиться природой тишиной очень классно но водичка конечно грязная как-то вот когда мы подъехали она была почище а сейчас я не знаю или ветер сюда прибил вот эту всю пену вот эту всю муть а так вот прям когда только приехали я показывала вам подходила была намного чище ну лягушечки квакают птички поют так что природа что тут сказать что тут сказать сяду на пенек съем пирожок а к вечеру похолодало немножко ветерок поднялся вечереет как хорошо что я Галя тебя послушала и курточку взяла как бы уже примерзла ой кто не вечер кто не вечер не мало спалось почему-то возле реки всегда хочется петь задушевные песни поехали домой очень здесь конечно классно честно уезжать не хочется еще раз повторюсь зря я сопротивлялась и не хотела ехать но домой пора уже потихонечку вечерить пока доедем еще дома кое-какие дела есть спасибо этому дню спасибо моему мужу моим любимым родственникам спасибо за все и спасибо боженьке что делает мне такие подарки и дарит мне такие дни спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok